Солдат по кишечнику путешествовал. Через что пришлось пройти этому маленькому отважному воину, даже страшно представить. В одной компании с солдатиком в отделении детской хирургии расположились монеты, канцелярские кнопки, гвозди и множество других, казалось бы, никак не связанных друг с другом предметов. Но для кого-то это настоящий шведский стол. Главные любители таких несъедобных изысков – дети. Хирург Николай Попов за свою почти полувековую практику к таким находкам привык. Но даже его юным пациентам удается удивить. Ну вот 9-летний ребенок, допустим, лежал на кровати, разбирал там часы. Это отвертка, вот, мелкая отвертка для часов. И потом взял в рот, что-то там руками делал и проглотил ее. Вот она оказалась, прошла через пищевод, в желудок. А в желудке она одним концом уперлась в переднюю стенку желудка, то есть как распорка, а другой частью в другую часть. В такой ситуации, когда удалить предмет с помощью эндоскопа уже невозможно, оперативного вмешательства не избежать. Однако наибольшие опасения медиков сегодня вызывают даже не крупные или острые предметы, а на первый взгляд более безобидные. Самые опасные народные предметы – это батарейки и магниты. Дети с легкостью разбирают игрушки на батарейках и магнитный конструктор и тянут в рот. Ну а повести себя в организме эти предметы могут крайне непредсказуемо. Магнитные элементы, крепко сцепляясь друг с другом, стирают стенки кишечника до дыр. Содержимое желудочно-кишечного тракта выливается в брюшную полость, вследствие этого гнойное воспаление или перитонит. Батарейки – другой завсегдатый детских желудков. Опасны тем, что в них содержится щелочь. Уже через 3-4 часа нахождения в желудке она с легкостью прожигает тонкие стенки пищевода. Врачи отмечают, в 80% случаев их пациенты – дети до 3 лет. Однако присказка, что дети просто вечно все тянут в рот, достоверна наполовину. Так попадание мелких предметов в дыхательные пути может стать следствием испуга. Ребенок взял в рот какую-то мелкую или несколько деталей родители, родственники, бабушки, дедушки. Зачем в рот? И на него резко крикнули, что он непроизвольно делает вдох, и вот инородное тело оказывается в дыхательных путях. Если вы заметили, что ребенок только что проглотил или вдохнул какой-то предмет, можно воспользоваться хорошо знакомым многим приемом. Вниз лицом повернуть ребенка, по спине постучать. Бывает, что если оно металлическое и некрупное, то в силу своего веса оно может и обратно из трахеи в ротоглотку, в ротовую полость выскочить или выдохнуться оно может. Если прием не сработал, а у вас есть хоть малейшее подозрение на проглатывание ребенком инородного тела, сразу обращайтесь за помощью к медикам. Ну и, конечно, прямо сейчас еще раз проверьте, насколько ваш дом безопасен для детей. И не рискуют ли даже на первый взгляд безобидные предметы оказаться у них в руках, бронхах и желудках. Светлана Чернушевич, Владимир Антонов, Новости ТВК.